Срочная новость! Соберитесь, наберитесь терпения, слушайте внимательно. Полицейские Ляйпцига объявили войну русским и чеченцам. Как вам такой заголовок новости? Очень просто. Весна, лес, дикая черемша. И только русские и чеченцы ходят в лес и рвут черемшу. И чтобы не допустить этого, в Ляйпциге создали патруль на велосипедах. Полиция патрулирует лес, чтобы, не дай бог, кто-то из этих людей, русских и чеченцев, вынес дикую черемшу из леса. Кстати, штраф 10 тысяч евро. Вот такие они, эти русские и чеченцы, полюбили черемшу и ходят за ней. А немцы не дают. И на другом конце города одинокая бабушка просит помощи, но полицейских нет. Почему? Потому что они где-то там в лесу на велосипедах сторожат черемшу. Как вам, ребята? Вот это я понимаю, да? Порядок наводят в городе. Да, вот с каких новостей я вообще... Это позитивные новости, ребята. Хоть что-то в нашей жизни случается хорошее. Это теория заговора или просто фишка? Почему у водителя в кабине должна быть фольга? И что он делает с этой фольгой? Вы сейчас посмотрите видео. И напишите, для чего водителю нужна фольга? Потому что фольгой обмотан планшет или таблет. Вообще, я первый раз такое вижу. Хотел бы узнать у вас. Объясните, для чего нужна фольга, таблета или планшет по-русски, как правильно сказать? Для чего? Обвернуты? Скажите мне, не могу понять, что это такое вообще? Что это за новая технология? Стелс или как? Или я отстал от жизни уже? Что это такое было? Возможно, это идет защита от излучения. Жалко, я не успел водителя увидеть. Возможно, он тоже сидел в шапочке из фольги. Так что мой вам совет. Покупайте и запасайтесь фольгой. В любом непонятном случае она вам поможет. Можете обмотать любой прибор, да и себя тоже. Сегодня день встреч. Кому нужна работа? Кто живет в Германии, на севере Германии, Гамбург, человека встретил. Посмотрите, вот. У него своя фирма и ему нужен водитель на кран, чтобы с манипулятором умело работать. Немецкие права нужны сразу, чтобы год 95-й был. А не так, сделай визу, я приеду. Нет. И знание немецкого языка надо. Да? Что еще? Ну все, в принципе. Средняя зарплата, чтобы человек уже знал примерно. Часовая от 20 евро в час. 20 евро в час. 5 дней и 15 ему. Если найду тебе человека, да? Значит премия полагается. Да, без разговора. То есть все. Короче, пишите в комментариях. Серьезные люди нужны серьезные водители. Так что мы все по серьезному. Все по чесноку. Вот смотрите, вот такие машины. Солидный человек, говоришь? Нет. Да, почти, почти. Но я для тебя найду водителя. Так что не беспокойся. Какому числу надо примерно? Когда тебе водитель нужен? Вот. Уже сейчас даже? Нет, пока научим. А, пока научим практику, да. Ну окей. Все, давай.